Патриотизм Смотрите далее. Отметить лучших. За какие заслуги юный ратник может получить орден? Настя, до рекламы ты сказала, что реконструкция это лишь часть большого глобального события, которое сейчас у нас в области будет. Я так понимаю, что это слет юные ратники. Вот расскажи нам о нем подробнее. Слет юных ратников это очень большое мероприятие. Проводится уже в 18 раз на территории нашего региона. Это ключевое итоговое мероприятие в сфере патриотического воспитания, военно-патриотического именно. И да, реконструкция это такая кульминация в слете. Помимо нее существует еще огромная программа. И одна из ключевых задач слета это наградить лучших из лучших наших воспитанников, обучающихся, педагогов и так далее. Это за год лучших, да? По результатам года. Насколько вы читали, форум завершится 6 декабря летописью слета. И награждайте лучших воспитанников. Да. Вот награда, которая достанется с вашим героем, она уже есть у нас в студии. Нам и хотелось, Таня, она у тебя? Вот она у нас, да. Николай, можете поручить ее Татьяне, да, чтобы поддержать руках? Давайте, а я покажу, а вы пока расскажите, за что дает. Да, так. Вот у вас анонсировалось о том, что юные ратники получат орден. За что можно получить орден? Но это не орден. Нет, конечно, это всего лишь нагрудный знак, отличник подготовки к военной службе. Георгий Победоносец, да? В центре Георгий Победоносец расположен. Награда, вот эта награда, этот знак впервые вручался в 2001 году, также на первом слете юных ратников. И он вручается тем, кто в течение учебного года показал себя с очень хорошей стороны, то есть за особые успехи в области изучения ратной науки, также за активное участие в мероприятиях, общественной жизни. А скажите, а этот знак, он что-то дает, какие-то перспективы, преференции какие-то от его обладателя? Нет, я бы сказал, что это физическое подтверждение того, что человек качественно подготовил себя, качественно реализовал себя в образовательном процессе. Но есть определенные законодательные нормы, которые позволяют молодежи той, которая училась в военно-патриотических объединениях, пошла подготовку в военно-патриотических объединениях, получить определенные преференции при призыве на военную службу. Знак – это четкое выражение, четкое подтверждение именно вот этого статуса. Слушайте, я хотел бы прояснить, а вот этот знак – это только история нашего региона или там во всей России? Нет, это история нашего региона, это наша региональная история. А девушки и парни могут его получить? Да, получают и юноши, и девушки, но девушки несоизмеримо в меньшем количестве, потому что у нас большая часть воспитанников специализированной группы подготовки к военной службе, ну, находятся, это юноши. Конечно, сама эта система имеет целью повышения качества призывного контингента, то есть, да, как бы такая установка, если говорить казенным языком. Но есть понимание у нас, что дальше эта служба продолжает больше юноши. Поэтому мы именно так расставили акценты, и получают и юноши, и девушки, да, но требования ко всем одинаковые остаются. Ну, сколько таких вот наград вы можете дать? То есть, их же ограниченное количество, сколько будет в этом году, сколько обычно бывает? Обычно количество знаков, выдаваемых, подсчитывается по итогам летнего лагеря, потому что летний лагерь – это такая завершающая кульминация образовательного процесса. И порядка ста в год бывает. В этом году 108 знаков у нас будет вручаться. О, не мало! Да, за 18 лет 2,5 тысячи знаков было вручено. Ну, слушайте, цифры такие впечатляющие. А вот скажите, те, кто обладают этим знаком, ну, они наверняка получают вопросы, да, что это, почему это, да, и так далее. Вот как-то могут применить носители знака тот опыт, который они получили вот именно в исторической реконструкции в будущем? Да, разумеется, могут. Они вообще опыт, который получают в образовательном процессе, у нас могут применять. То есть даже если они не пойдут на военную службу, да? Конечно, конечно. Элементарно, я не знаю, сходить в поход и уметь поставить там палатку, разжечь костер. Это те навыки, которым нас тоже обучают и которых, кстати, зачастую этими навыками сейчас подростки не обладают, молодые люди. И поэтому, да, очень много навыков, которые пригодятся в жизни. Мы стараемся образовательную программу построить таким образом, чтобы часть из нее пересекалась со знаниями, которые получают в общеобразовательном учреждении. Соответственно, если изучают, допустим, дисмурги, бинтование, там, различные виды ранений, то это выстраивается где-то примерно в этом же периоде, где изучаются кровеносные системы и обращения там в школе. То есть мы вот это как бы такой высший пилотаж, мы пытаемся вывести, чтобы наша программа шла параллельным курсом с образовательной. Слушайте, я вот слушаю то, о чем вы говорите, да? Это такие, ну, глобальные улучшения жизни, да? Да, которые ведут к осознанности. Мне любопытно, наши региональные власти, областные, как-то поддерживают вот ваше начинание, ваш прогресс? Ну, они прислушиваются к нам. То есть где, по крайней мере, ну, вот можно выйти с каким-то предложением, аргументировать его. И если аргументы будут приняты, то это предложение будет поддержано, ну, как бы, я говорю не только там одобряющим киванием, но и вполне финансово, и некоторые проекты, вот, на которые новые последние, там, 5 лет мы вышли, они, наверное, в принципе, все, наверное, да, Анастасия, получили поддержку, то есть... Да, даже, например, если какие-то проекты, вот как сейчас реконструкция у нас финансируется за счет привлеченных источников, я имею в виду какой-то грантовой поддержки федерального уровня, в дальнейшем мы доказываем именно, ну, работоспособность, эффективность этого проекта, и уже региональные власти с удовольствием, с охотой поддерживают эти проекты в дальнейшем. Ну, прежде чем подвести, кстати, итоги нашего голосования, которое мы объявили в самом начале программы, узнать мнение зрителей, я хочу задать последний вопрос. Вот Аванпосту 26 лет, вы сказали. Вот скажите, зачем молодые люди шли к вам тогда, и зачем идут сейчас, какая мотивация, поменялась ли она за эти годы? Ну, естественно, мы исследуем, как бы, мотивацию, отслеживаем ее, да, если раньше, как бы, ну, допустим, пойдем от обратного, то есть, что, задали вопрос, что пугало раньше, там, военные службы, и что пугает сейчас военные службы, и ответы, как бы, ну, распределились, если раньше, допустим, 90-е годы, конец 90-х годов, прям строго прослеживалась тема неуставных взаимоотношений, да, то сейчас молодого человека пугает несоответствие его познавательных, ну, несоответствие его компетенций к тем требованиям, которые ему будут предъявляться в вооруженных силах. Это современная техника, современное оружие, это скорость принятия решений, эти навыки тоже нужно нарабатывать, учитывать, соответственно, мы образовательную программу, гибкую нашу тоже перестраиваем, внедряем какую-то инноватику, управление беспилотными летательными аппаратами, компьютерными безопасностями. То есть идете много со временем, фактически? Да, 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 конечно. Вы стараетесь эти тренды времени поддерживать? Здесь не в трендах даже дело, нужно соответствовать, чтобы образовательный уровень того воспитанника, который выпустился из нашей системы, даже региональной подготовки к военной службе, он соответствовал тому, что он увидит при дальнейшем прохождении службы, чтобы это не было какой-то иллюзией для него. Да, все понятно. Да, вы знаете, финал программы не за горами, и нам бы очень хотелось, чтобы мы вместе подвели определенные итоги. Давайте посмотрим, что показал наш опрос. Итак... Мы задавали вопрос, для вас любовь к родине и патриотизм одинаковые понятия, Костя? Да, совершенно разные. Это 38% наших ответивших, абсолютно одинаковые, 19%, и они дополняют друг друга 43, чемпион. А почти половина. Наверное, такая начальная установка программы, как я сказал. Давайте я засчитаю пару комментариев, что пишут, и, например, для маленького патриота, пишет Дарья, достаточно с уважением относиться к старшим, не обижать сверстников, не мусорить, заботиться о братьях наших меньших. Для взрослого патриота все гораздо печальнее, потому как приходит осознание, что не всегда наше государство нас бережет. Ну, мне кажется, здесь немножко смешивают понятия, да? Но в целом, для маленького патриота вы согласны? Да, для маленького патриота прям полностью все. Что-то еще. Так, считаю себя патриотом. Я начала гордиться своей страной впервые за всю ее современную историю. Нам есть чем гордиться и сильным лидерам, и независимостью внешней политики, и перспективами развития. Да, у нас много проблем, но есть огромные положительные сдвиги и желание двигаться вперед. Мне нравится такой комментарий. Давайте на этой ноте и закончим наш разговор. И спасибо вам большое, что сегодня поделились с нами своей историей. Мы с Костей прям прониклись, очень хотим посмотреть вашу реконструкцию. И надеюсь, наши зрители тоже примут участие, съездят, посмотрят. И спасибо за то, что есть аванпост у нас. Доброго дня! Так, что у нас осталось? Ну, дать совет дня, но сначала вопрос к тебе. Натаня, гордый человек он какой? Гордый человек. Ну, это уверенный взгляд, наверное, уверенный голос, уверенная осанка. Вот, вот, о любимой стройне нужно говорить с прямой спиной. К тому же, хорошая осанка – залог хорошего здоровья. Приосанимся, друзья. А если есть проблемы со спиной, смотрите внимательно наши советы. Осанка, сэр. Ровный силуэт, прямая спина всегда были спутниками красоты. Посмотреть хотя бы на моделей и балерин. Если ваш профиль стремится к знаку вопроса, с этим надо что-то делать. Искривление позвоночника чревато еще и болями. В первую очередь, это слабость мышц спины, слабость мышц пресса. Ну, и неправильный стереотип осанки. То есть люди часто сидят, допустим, офисная работа, сидячий образ жизни. Не занимаются абсолютно никакими физическими нагрузками. Сидят в каком-то определенном положении, скручившись. А растут корни неправильной осанки из детства. Так что не только честь надо беречь с молоду. Чаще всего это является сначала учеба в школе. То есть когда ребенок садится за парту или за стол, за учебный стол. И принимает неправильное положение. То есть у него постепенно, с годами, формируется неправильная осанка. Чтобы не прибегать к лечебным физиопроцедурам, которые показаны, когда из-за искривления начинаются боли, специалисты советуют делать гимнастику и формировать привычку держать спину прямо. Есть даже такой термин, который пригодится и взрослым – стереотип осанки. Его можно выработать простым упражнением. Встаем к стене, прижимаемся лопатками и пятками и запоминаем положение тела. Кстати, именно с этого упражнения начинаются занятия по лечебной физкультуре. Если мы говорим о сколиозе, то первая-вторая степень – это в первую очередь лечебная физкультура. Она хорошо может помочь, потому что основная цель лечебной физкультуры – укрепление мышц спины и укрепление мышц пресса. Вот этим мы и занимаемся на лечебной физкультуре. Мышцы спины, когда они крепкие, они стабилизируют позвоночник. Он находится по прямой, по средней линии. Все упражнения можно повторять дома, например, в качестве утренней гимнастики. Правда, для начала все же стоит походить на занятия с тренером. Их может назначить доктор. Успех ЛФК во многом зависит от правильного положения тела. Такая гимнастика направлена как раз на укрепление мышц спины и пресса. А вот с силовыми тренировками при проблемах со спиной надо быть осторожнее. Зачастую человек не знает о каких-то своих патологиях, поэтому в любом случае он их может усугубить. Вообще сколиозы, они не предусматривают вот эти тяжелоатлетические упражнения. Считается, что они их могут усугубить, то есть увеличить степень искривления. И еще проявляем осторожность при использовании всевозможных приспособлений для осанки корсетов и электронных гаджетов. Такие средства может подобрать только врач-ортопед. Ну что, наша программа завершается. Дорогие друзья, мы уходим из эфира делать добрую тюмень, чего и вам, собственно говоря, желаем. Тюмень, добрый день. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!